В чём выражаются тектонические изменения? В том, что в России будет формироваться новая политическая реальность. И эта новая политическая реальность будет чрезвычайно, я бы сказал, бурной. Это крутой маршрут. Вот когда я упоминаю фамилию Патрушева, я вовсе не имею в виду, что его власть здесь кристаллизуется, власть его группировки. Ничего подобного. Всё пойдёт в разнос. И к этому надо быть готовым. В России как раз, я об этом много раз говорил в этом году, когда мы с вами общались, я думаю, вы помните, что самые тяжёлые испытания впереди. И вот сейчас они наконец-то начинаются. Пока это относительно спокойная ещё невидимая фаза, невидимая широкому обществу. Скоро она станет заметной всем, и скоро мы все это почувствуем. Но главное, сможем участвовать, если мы готовы. А если мы сопротивляемся реальности, то мы остаёмся зрителями. Мы будем сидеть на диванах, смотреть YouTube-передачи и говорить, ай-яй-яй, что они творят, что они творят. Ну, мы подождём ещё немного, будем на что-то надеяться. Правильно. Я понимаю, что вы именно поэтому остаётесь в Москве, что не хотите сидеть на диване. Я никогда этого не скрывал. Я всегда говорил, что да, судьба России будет решаться не в Вильнюсе, не в Соединённых Штатах, не в Лондоне и не оттуда. Она будет решаться в России и в первую очередь в российской столице. Это первое и второе. Это экзистенциальный выбор. Я со своим народом. Как бы ему ни было хорошо или плохо, я всегда буду с ним. Это последовательная, чёткая позиция. Ну, хорошо. Допустим, что про Ермо и Александра Невского и про то, что надо получить ярлык, поглядывая, не Китай, говорит не Путин, а его двойник. Тем не менее, правильно ли я понимаю, что это он всё-таки выражает мнение каких-то, ну... Ничего подобного, Юрий. Это самое смешное. Ему просто, понимаете, его пучит от состояния внутренней значимости. То есть, вот есть текст, вы посмотрите, когда он вот говорит. У него тезисы, да? А потом вдруг от них отходит, и он начинает выплёскивать своё скудное эго. Именно скудное эго и болезненное весьма эго. Это же бывший социальный маргинал. Человек, сильно пивший в своё время, да? Который в силу некоторых своих антропологических и социальных качеств оказался востребован. Его просто несёт. И его несёт так, что это вызывает ужас уже у его кураторов. Но им его неким заменить. Понимаете? Когда-то было время, ещё не так давно, когда они могли двойника заменить настоящим Путина. Так сказать, двойник появлялся гораздо чаще, чем тогда ещё бывших живых президент. Сейчас двойника заменять уже неким. А выборы проводить они пока ещё не готовы. Им надо определиться для себя, когда проводить выборы, кто на них пойдёт, с какой диспозицией. Вопросы, которые остаются неотвеченными. Поэтому нет, Юля, это всё не выражение коллективного бессознательного элиты. Элита в ужасе. Ну, то есть её устраивает пока статус-кво, если удастся его сохранить. Но надолго его сохранить не удастся. И они, по-моему, уже это стали осознавать и ощущать. Ну, хорошо. Допустим, реплика насчёт ярлыка из Орды, это было действительно вот кого-то несло. Но есть другая история, которая после погрома в Дагестане, нам, будем... Путин, или, по вашей версии, человек, похожий на Путина, заявил... Сначала он заявил, что да, конечно, вот тут вот на израильтян что-то нехорошее сделали, но потом это так непропорционально они отвечают. И мы видим, что его реакция соответствовала, первое, той абсолютно антисемитской истерике, которая происходит на ОРТ и которая, собственно, явилась одной из причин этого погрома, которая происходит во всех государственных средствах массовой информации. А второе, эта реакция полностью отвечает реакцией, которая последовала на сам погром, потому что мы видим, что никого не похватали, а кого похватали, прям далее, я уж не помню, там, семь суток или сколько. В общем, это вам не пластиковый стаканчик в полицейского кинуть, еврея в турбине самолета искать. Это пластиковый стаканчик гораздо серьезнее. То есть вот мы видим полное совпадение. Юль, да, вы знаете, я чаще с вами соглашаюсь, чем нет, но это тот случай, когда я с вами, к сожалению, не согласен, потому что вы находитесь в рамках старой реальности. А новое состоит в том, что интенсивность антиизраильской пропаганды на ТВ перед этим событием как раз резко снизилась. Это может сказать любой непредвзятый наблюдатель в российской, подчеркиваю, непредвзятый наблюдатель. Это первое. Второе. Было достигнуто решение во время консультации с Патрушевым, что Россия прекращает свою поддержку Хамас, что она минимизирует свои отношения с Ираном до той поры, пока Израиль не решит свои проблемы. Кстати, делегация Хамас уехала не словно нахлебавшей, ей вообще ничего, не то что, даже не пообещали, ей сказали, когда-нибудь потом мы с вами встретимся и обсудим. Третье. Причиной произошедшего с точки зрения тех, кто сейчас управляет Россией, я склонен с ними согласиться, является действие одной из их элитных группировок, которые входят в широкую коалицию, но которая хотела показать свою значимость. И значимость она показала тем, что продемонстрировала способность Кавказа, как обычно, легко взрываться. И к этой группировке примыкает известный северокавказский лидер. Если вы, Юлия, обратите внимание, откуда все так называемые погромщики, по счастью, ни один еврей не пострадал, хотя пострадало там несколько милиционеров и несколько штатских, да, вы вдруг обнаружите, что они из того района, где у этой северокавказской республики особые интересы, где она ведет некое строительство и тому подобное и тому подобное. Так что все это не то, чем кажется. Реальность новая. Реальность новая. Почему никого не наказывают? Потому что до консолидации власти прекрасно понимают, что нельзя разбрасываться, есть приоритет, это консолидировать власть. А уже затем можно взяться за, допустим, Северный Кавказ, в частности, за одну не в меру вольнолюбивую республику ее лидера. За него точно возьмется. Я могу вам это сказать точно. Он бросает сейчас вызов. Ну, это его право в конце концов. Но те люди, которые сейчас управляют Россией, его всегда недолюбливали. А сейчас я бы сказал, что их эмоциональное отношение стало еще более ярко выражено негативным. Градус вырос. Так что все имеет объяснение опять же в рамках складывающейся новой политической реальности. Никакого отношения к российской пропаганде это вообще никогда не имело. Субтитры сделал DimaTorzok